Уважаемые друзья, слово представляется генеральному секретарю европейской сети левой демократической молодежи Александру Рашко. Уважаемые друзья, коллеги единомышленных и соратников, прогрессивная молодежь Европы глубоко обеспокоена и возмущена тем, что произошло 7 ноября в студии этого медиапорделя, который громко называет себя телевидением. Прогрессивная молодежь Европы возмущена отрицанием Харакоста со стороны псевдоисториков, таких как Анатолий Царановича Славилы. Молдова является страной, которая в числе прочих стала победителем в обликоотечественной войне, страной, которая в числе прочих раздавила каракатису свастики и победила фашизм. И сейчас на этой земле, которая в том числе помимо победы пострадала от жертв, от эссоцбез румыно-фашистских захватчиков, сейчас на этой многострадальной, но стране-победительницы в эфире, повторюсь, медиапорделя, называющего себя телевидением, псевдоисторики по указу властей отрицают холокост. Говорят, что страна не победила в войне. Говорят, что холокоста не было. Мы считаем, что те, кто это распространяет, должны быть привлечены в самые строгие ответственности. Они должны быть уголовно наказаны. Такие псевдоисторики, как Анатолий Царанов и Числав Славилов, из сетерина этого медиапорделя Олег Кристалл, должны быть призваны к ответу. ЖОС МИНЧУНА! 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 Благодаря нацистской пропаганде был убит 19-летний антипашист Клинон Мирик в Париже. Благодаря нацистской пропаганде был убит антипашист в Грессии. Мы не хотим, чтобы нечто подобное звучало в нашей стране. ДОЛОЙ НАЦИЗМ! 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 Продолжение следует... Продолжение следует...